добрый день с вами империя пикчер и сегодня я покажу вам как нарисовать подсолнух акварелью а если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами для начала мы намечаем вот такой вот овал немножко под наклоном внутри прорисовываем более малый овал овал у нас располагается верхней части листа а снизу мы добавляем стебель и листочек и после того как нашли расположение для подсолнуха формате листа начинаем его отрисовывать начнем тоже серединке можно надавить на карандашик посильнее обозначить центр подсолнуха там у нас будут располагаться семечки лишние карандашные контуры мы убираем ластиком и внутри намечаем еще один такой овал немножечко он будет к верху прижат побольше далее мы намечаем листочки у нашего подсолнуха начнем мы с первого ряда и позади будем добавлять более тонкие листочки и стараемся делать в разных направлениях чтобы создать такой более живой контур и вот таким вот образом начинаем добавлять листочки также можно использовать более малые листики на переднем плане ближе к серединке и вот так вот их постепенно друг на дружку наслаиваем проявляем также слой который находится позади и заполняем все пространство листочки у нас такой кругловатой формы а кончики у них немножечко острые будут вот тут вот еще немного добавляем на дальнем плане делаем более сложный интересный силуэт также можно по толщине делать различными лепестки например где-то более узенькие использовать также можно добавить вот такие толщиночки по низу листиком чтобы показать как будто бы он у нас так завертелся немного на ветру и повернулся задней частью и оставшийся карандашик мы стираем который мы ранее обозначили как контур этот круг убираем по всей поверхности чем чище у нас рисунок под акварель тем лучше потому что акварель красочка полупрозрачная уточняем кое-где контуры прорисуем также стебелек дадим ему небольшую толщинку он немножко будет под наклончиком и далее от него мы прорисуем листочек также к листочку мы добавляем такую ножку и сам листик намечаем заостряем его к краю он будет довольно крупный чтобы перебивать размер лепестков подсолнуха и можем начинать писать акварелью для начала мы возьмем среднюю кисть и водой намочим серединку сделаем ее в технике по-сырому будем использовать оттенки желтого берем желтенький наносим его на краешек далее будем использовать оттенок охры тоже добавляем рядышком желтеньким по краешку и немножко снизу коричневый оттенок наносим такими пятнышками не будут аккуратно растекаться создавать также фактуру семечек внутренняя часть будет более темненько я наношу так вот по краю коричневый оттенок а в серединке добавляю более зеленый цвет зеленый также можно смешать немножко с коричневым и наносим его на серединку тут вот тоже затемняем нижний край с помощью коричневого оттенка также добавляя легкими такими точечными мазочками немного красно-коричневого оттенка охры и аккуратненько по краю проходим все более темным оттенком немножко можно заходить даже в листики чтобы создать не идеально ровный овал а такой немножечко фактурный затем я возьму кисть поменьше и сделаю стебелек светло-зеленым цветом это смесь желтого и травяной зеленый перехожу в листочек аккуратненько этим же оттенком а вот нижнюю часть листика я немного затемняю добавляю туда голубой оттенок можно использовать ультрамалин довели до края далее затемним правую часть стебля более темным коричневым оттенком и также листочек добавим его тут вот на верхней части листика будет свет более теплый добавим туда немножко желтенького далее промыли хорошо кисточку и будем наносить желто-красный оттенок такой оранжевый цвет на свету у лепестков и мы их наносим вот тут вот на передних слоях а дальние лепестки пока что не трогаем и пока вы это делаете я вам напомню что в нашей художественной школе открылась заочное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессией ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней ждем вас к нам на обучение тем временем мы продолжаем прописывать листочки на переднем плане также можно использовать и более яркий желтый оттенок и лимонный желтый главное чтобы они были такие сочные более светлые яркие солнечные цвета а вот в теневую часть мы добавим немножечко зеленого оттенка и также пока что одним слоем начнем заполнять лепестки которые находятся немного позади можно добавлять различные оттенки зеленого а также немножко голубенького для того чтобы сделать более холодные оттенки и вот так вот мы заполняем все лепестки которые находятся на нижнем слое попутно если захотелось где-то еще добавить лепестков можно добавить прям красочкой без карандашка и я это делаю такими более даже полупрозрачными мазочками с помощью разбавления водичкой так вот подступаемся к краю также теперь добавим тени под лепестками где-то вот тут по серединкам будут у нас небольшие затемнения вот на вот этих лепестков которые нас немножечко подогнулись тоже внутреннюю часть затемняем краешек оставляем светленьким также используем зеленоватые оттенки наносим немножко фактуру на лепестки такие полосочки могут быть также с другой стороны добавляем эти маленькие лепестки тоже можно выделить снизу потемнее сделать но и в целом лепестки которые на переднем плане моих так вот чуть-чуть детализируем добавляет туда дополнительные пятнышки тени тут можно тоже пройтись и сделать цвет более равномерным вернемся вновь к серединке на нас уже подсохла можно затемнить вот здесь вот краешек уже смешаем зелено-коричневый оттенок добавим семечек темненьких вот тут вот тоже зелененький в центре затемняем коричневый также добавляем и прямо поверху маленькими мазочками наносим проявляю такие маленькие семечки по всей поверхности снизу тоже затемняем теперь нужно сделать тени между промежутками в листьях также я буду использовать голубой оттенок смеси немножко зеленым и добавляю вот здесь вот на краешке как бы соединяя серединку и лепестки с помощью теней более глубоких и темных также можно подмешать более такой оранжеватый оттенок коричневый добавляем вот так вот хаотично по всему кругу теперь немного объема добавим и на нижние слои лепестков немного их утемним отбросим тени от верхних лепестков на нижние то есть тоже кое-где придадим более глубоких теней особенно при касаниях с более яркими лепестками желтенькими доделываем также проходимся по всему кругу некоторые листочки можно оставить как они есть не затрагивать немного в центр подсолнуха добавлю желтенького оттенка такими подмывающими движениями по краю и верхней части и у такой подсолнух акварели у нас с вами получился присылайте ваши результаты к нам в инстаграм и с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице а ссылку на инстаграм вы можете найти в описании к этому видео и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий и подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч